И еще одно мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Автопробег мы помним. Смотрите подробности об этом событии в нашем репортаже. В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Воинский долг. Честь и судьба» Управление по делам молодежи Славянского района совместно с автошколой ДСААФ организовали автопробег по памятным местам нашего города. Он стартовал на Театральной площади сразу же после завершения в Городском доме культуры торжественного мероприятия ко дню вывода войск из Афганистана. Посетив памятник воинам-освободителям станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков по улице Совхозной, где весной 1943 года состоялась переправа через реку Протоку, колонна направилась к памятнику герою Советского Союза Василию Филипповичу Маргелову, где участники автопробега возложили цветы к подножию бюста прославленного генерала. Затем КАМАЗы, украшенные лозунгами «Народ и армия едины» и «ДСААФ родине» и легковые автомобили с флагами России, Краснодарского края, «ДСААФ» и Знаменем Победы побывали у памятника «Пушка», посвященного освободителям города и района на въезде со стороны Новороссийска. Сегодня каждый из нас вспомнил тех великих людей, которые сражались за нашу страну, которые заставляют нас гордиться нашей страной. Завершился автопробег у памятника пограничникам. Расположенного в Кубрисе. Председатель Славянского районного отделения общественной организации «Пограничное братство» Олег Давков рассказал участникам пробега о славных традициях пограничных войск и о создании замечательного памятника пограничникам в нашем городе. Очень приятно, что молодежь интересуется историей, молодежь участвует в наших мероприятиях. Вот сегодня приехали автоколонной к памятнику, когда они слышат об истории пограничных войск, об истории наших вооруженных сил, когда они понимают, что есть герои России, становится приятно. В мероприятии приняли участие и другие ветераны пограничной службы. После возложения цветов все вместе сфотографировались у памятника. Все мы являемся патриотами нашей страны, поэтому мы посчитали нужно принять участие, проехать по всем улицам города, чтобы люди знали, чтобы это все мероприятие проходило массово. По ходу движения автопробега славянцы с улыбкой одобрения встречали и провожали взглядом машины с развивающимися знаменами. И у них на душе становилось теплее в этот холодный февральский день. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».